Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Лица Победы в ходе видеоакции росгвардейцы встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и собирают сведения об их боевом пути. Завершился форум «Машук» и грантовый конкурс от Росмолодежи. Об участии в мероприятии и своем проекте расскажет гость нашей программы Алина Акбашева. В Никольском соборе города Черкеска здесь добровольцев приняли участие в церемонии принятия пересяги казака. Подробности в нашем репортаже. Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии активно принимает участие во всероссийской видеоакции «Лица Победы». Летопись подвига, посвященная 75-летию Великой Победы. Росгвардейцы часто встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и собирают сведения о их боевом пути. Результатом данной работы станет издание электронной книги воспоминаний фронтового поколения. О самой акции подробнее в нашей регулярной рубрике «В гостях у Росгвардии». Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей регулярной рубрике «В гостях у Росгвардии». Сегодня мы расскажем о всероссийской акции Росгвардии «Лица Победы. Летопись подвига». Этот проект Росгвардии станет первым шагом к созданию электронной книги воспоминаний фронтового поколения как важнейшего источника исторической правды о Великой Отечественной войне. Задание. Нас сопрождали всегда истребители. Мистер Шмидты навалились. Восемь штук. И нас восемь было. Снаряд наземный угодил между нами, Илом и Мистер Шмидтом. Разорвался и оглушило все. Летчик Прадо живой остался. Ну, лицо, все было повито. Вот и пришлось подсказывать ему, куда лететь, как лететь по компасу, и как посадку, где посадку делать. Летчика комиссовали, меня подлечили. И дальше поехал служить. Для сохранения памяти о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии встречаются с участниками Великой Отечественной войны. 19 января 1943 года я добровольно вступил в Красную армию. Ну, и направили на фронт. 3 августа 1943 года, после интенсивной артиллерийской подготовки, мы пошли в наступление. Я пулеметчиком был, на станковом пулемете Максим. Мой напарник приблизительно в июне месяце получил ранение. И я остался один у пулемета. И вот 3 августа, когда мы пошли в наступление, вместе со мной пошел наш командир взвода, младший лейтенант Нормахамбетов, казах пацанальности. И вот в жестоком вот этом бою я получил тяжелое ранение. Ранение было с переломом обеих костей правопредплечья. Младший лейтенант первую мне помощь оказал, перевязал рукой. Каждая история о подвиге фронтовика уникальна. Но с какой тяжестью вспоминают об этом, они сами и их родственники не передать словами. Эти люди заслуживают большего внимания и заботы. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья примут участие в проекте грантообладателя форума «Машук». Дети примут участие в тематических мастер-классах, будут обучаться творческим ремеслам и смогут окунуться в мир креатива. И сегодня у нас в гостях руководитель проекта «МиксАрт» Алина Акбашева. Здравствуйте, Алина. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Алина, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте и как вы его защищали на «Машуке онлайн-2020». Мой проект называется «Креативное пространство «МиксАрт». Он направлен на мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов. В онлайне было очень легко защищаться, во-первых, потому что консультации с экспертами были очень легко построены. Там нужно было просто записаться онлайн, опять-таки. И, в общем, вообще без проблем проходила консультация, и это очень помогло в дальнейшем защититься. И защита тоже проходила намного легче, чем в оффлайне, потому что не было очереди, и все было круто. А чем отличается оффлайн-версия «Машука» от онлайна? Какие плюсы, какие минусы? Различия колоссальные. Было очень много плюсов, связанных с оффлайн-сменой, в частности с тем, что можно было не находиться на одном месте. Вот, допустим, мне нужно было уехать в другой город без проблем. Также продолжила участие. И также был очень большой плюс в том, что можно было переслушивать лекции после того, как они завершатся. — Алина, что для вас значит ваш проект? И как вообще возникла эта идея работать с детьми? — Сам проект и идею я выбрала, исходя из того, что мой проект — это уже, в принципе, будет моя жизнь. И я должна была выбрать тему, подходящую к тому, чем я вообще, в принципе, занимаюсь. Я так как флорист и декоратор, я решила, что самым лучшим способом будет это создать мастер-классы для детей. И, в принципе, в дальнейшем я планирую расширяться, масштабироваться и не только для детей инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья, то и для детей просто, и для молодежи. То есть и для них будут мастер-классы во всех сферах. — Ну, команда у меня уже есть, я ее как раз-таки набрала на Машуке с 2018 года езжу, поэтому команда укомплектована из самых нужных людей. Вот. Дальше мы будем проводить мастер-классы, место есть, мастерская моя. Вот. И мастер-классы будут проходить каким образом? Уникальность моего проекта состоит в том, что каждый мастер-класс будет направлен на определенную тематику. Это различные сказки. Допустим, «Гарри Поттер» будет, «Алиса в стране чудес» будет, «Декор уже готов». Вот. И для детей это чем будет приятно? Тем, что это не то чтобы образовательная программа, это больше как арт-терапия идет. То есть это для них прям незабываемые эмоции, когда включается музыка с определенного мультфильма. Эльзу мы будем подготавливать как для новогоднего праздника. У нас как бы и мастер-классы, и потом после них будут маленькие сборы с теми детьми, которые прошли этот мастер-класс. Для ребенка это полезно тем, что он полностью будет погружаться в эту атмосферу. И также мы будем на этом мастер-классе делать поделки именно с этой тематикой. То есть, допустим, на «Гарри Поттере» мы будем делать фонарики, прям как в фильме. И ребенок точно... Это будет, кстати, вместе с родителями. И это будет прям очень круто. То есть и фильм будет идти на фоне, и музыка, и все как полагается, и декорации. Ну и, конечно же, наш традиционный вопрос. Что бы вы пожелали молодежи нашей республики? Ну, самое главное – это верить в себя и свои возможности, в том, что все получится, ну и не сдаваться. Алина, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Мы и наши телезрители желаем вам удачной реализации вашего проекта. Они дали обещание верно служить казачеству и православной вере. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Клиникольском соборе города Черкеска 10 добровольцев приняли участие в церемонии принятия присяги казака. Подробности в сюжете Александра Коваленко. По традиции церемония посвящения в казаки начинается с благодарственного молебна. Ведь казачество и вера неделимы, отметил атаман Баталпашинского городского казачьего общества Александр Зинченко. Сегодня в городском казачьем обществе состоят 386 человек. И с каждым годом желающих посвятить себя в казаки становится все больше. Некоторые ребята, видимо, уже отслужили и знают, что такое воинская присяга. А это казачья присяга в церкви, на кресте, на Иване. Вы должны локоть друг друга чувствовать, уважать, друг друга знать и познавать, как говорится. Еще раз вас поздравляю с принятием присяги. Желаю вам всего наилучшего и крепкого здоровья. Получив благословение от батюшки, они перешли к ритуалу посвящения. В торжественной обстановке ребята произнесли клятву. Обещаю верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной и Кубанскому казачеству. Клянусь. Свято хранить казачьи традиции, обычаи и защищать их, не щадя жизни своей. Клянусь. Казаки произнесли клятву, в которой пообещали быть верными своему слову. Крепить единство кубанского казачьего войска. Не за страх, а по совести выполнять возложенные на них обязанности. Подчиняясь законной власти, атаману. Защищать родину и хранить веру православную. Конечно, я рад такому выполнению. Я рад, что молодые казаки стремятся, не забывают свои корни. Я думаю, что они не, как я уже сказал ранее, эта присяга останется у них не просто на бумаге, а они будут активно участвовать в жизни казачьего общества. Продвигать, как говорится, наши идеалы и восславлять церковь. Александра Коваленко, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске продолжает свою работу рыбная ярмарка «Дары Камчатки». В ассортименте более 20 видов полезной вкусной рыбы и, конечно же, красная икра. Светлана Шаганова о рыбных деликатесах. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск, и поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же, у кого какие предпочтения? Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30 наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все с Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбица. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и, безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Вы знаете, такой вкусной икры я еще не ела. Кстати, в период пандемии – это то, что нужно. Наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа. Это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаево-Черкесии в городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя, рядом с республиканской стоматологией. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.